итак я надеюсь вы тоже уже посмотрели первый тизер к фильму чужой ромалд на первый взгляд ничего нового или информативного в этом коротком видео нет и возможно вы правы но я для себя нашел много чего интересного тизер пропитан атмосферой первого фильма замкнутое помещение узкие коридоры даже музыка уже исходя из первых кадров становится ясно что режиссер ромала феде альварес создал очередной хоррор и научной фантастики фильме вряд ли мы с вами увидим действия чужого ромал происходит между первым оригинальным фильмом ридли скотта и продолжением джеймса кэмерона но это все вы и так уже знаете я же хочу больше разобрать то что пока что еще никто не заметил и начну я самого главного фейсхаггеров да их будет много целый рой лицехватов но мне важно только две детали а вернее два отличия первое отличие это цвет если остановить кадр улучшить и приблизить то видно что эти фейсхаггеры слишком темные в чужом 1979 года лицехват был белого цвета таких же в своем фильме использовал джеймс кэмерон во втором фильме можно хорошо рассмотреть цвет лицехвата он точно белый и не похож на тех что показали нам в тизере мы знаем что существует два вида первый это стандартный лицехват который мог заразить человека обычным ксеноморфом а второй так называемый королевский вот как раз он и темного цвета вы сами можете сравнить из моих видео вы знаете что королевская особь переносит себе несколько эмбрионов и главная цель такого фейсхаггера это создание королевы а в этом кады нам показали их большом количестве и все они королевские что весьма странно даже в следующих кадрах нам показывает королевских лицехватов но есть одно большое но во время прыжка я не заметил перепонок возможно они есть но в таком качестве довольно сложно разобрать королевская особь отличается не только цветом но и перепонками которые они используют для планирования полете это увеличивает дальность прыжка и точность выходит что это либо новый вид или же создатели фильма наплевали на канон но в своих интервью альварес неоднократно говорил что четко будет соблюдать лор он с большим уважением относится к проекту и своим новым фильмом учет все мнения фанатов поэтому не думаю что альварес допустил ошибку но все же этот вопрос для меня так и остался открытым к сожалению качество тизера не дает нам возможности детально рассмотреть фейсхагера но если учесть всю информацию то лично я думаю что это стандартный вид так королевский лицехват большая редкость его показали только один раз фильме чужой 3 и невозможно такое огромное количество этого вида второй момент это снятие с лица девушки лицехвата что по канону невозможно это мы знаем еще с первых фильмов при снятии фейсхагер защищается применение физической силы заставит его использовать хвост как оружие он начинает ним душить носителя если же попытаться убить его нанести порез да в принципе любое хирургическое вмешательство заставит из поврежденной области выделяться кислоте которая проезд все конечно же человек умрет от нее во втором фильме мы тоже слышали что ученым удалось снять двух лицехватов но при этой операции человек умер живы только двое удалены до того как имплантировали эмбрион пациент марочек джон джей умер во время операции снимали эту штуку поэтому меня лично эта сцена смутила во первых видно что лицехват не сопротивляется его конечности похожие на пальцы не реагируют выходит он либо мертв что снова невозможно дальше объясню почему либо его каким-то образом обезвредили я могу предположить что сильный андроид смог бы снять лицехвата или же человек уже мертв и фейсхагеру носитель стал неинтересен так как эмбрион может развиваться только в живом организме в обеих случаях смущает только то что хоботок находится внутри человека с помощью этого органа лицехват помещает эмбрион грудолова в жертву также подает нужный состав воздуха в организм носителя после стадии пропитки хоботок рефлекторно сворачивается фильме чужой завет нам скользь это показали если ссылаться на всю информацию что у нас есть то в этот момент снятия процесс помещения эмбриона не закончен лицехват только успел ввести паралитическое вещество это нужно для того чтобы носитель не сопротивлялся поэтому девушка лежит без сознания но тогда как удалось снять его с лица мне пока что непонятно если посмотреть то справа на долю секунды виден хвост фейсхагера и он также как и конечности не активен весьма странно что я могу сказать про эту сцену у меня есть две версии первое режиссер наплевал на канон ради отличного и мерзкого кадра раньше процесс сведения хоботка нам не показывали мы лишь могли догадываться как это противно и лично мне этот кадр очень понравился как визуал действительно мерзко все как любил гиггер его идея полового акта показана во всей красе и возможно даже есть кто успел передернуть в этот момент например рэнди марш это его тема мы знаем про его любовь ко всякой живности но я все-таки снова не верю что альварес наплевал на канон ради красивого кадра у меня есть старая версия после стадии пропитки лицехват конце вводит абсорбент который нейтрализует действие снотворного он дает возможность носителю проснуться и дальше жить не помня что произошло с ним на самом деле скорее всего фейсхагер успешно вел эмбрион и все химические вещества включая иммунодепрессант его главная задача и миссия окончена и он послабил хватку перестал сжимать горло хвостом и собрался вести абсорбент именно в этот момент его сняли с лица жертвы других объяснений у меня пока что нет третий вопрос кто этот загадочный парень я думаю что это андроид его взгляд мне напомнил дэвида он удивлен на лице нет страха и ужаса от увиденного он наблюдает за происходящим в следующем кадре синтетик закрывает дверь тем самым спасает всех от роя фейсхагера то есть он действует рационально и не паникует парень ближе всего находится к лицехвату но тот прыгает на девушку так как синтетик ему не интересен позади мы можем увидеть еще двух людей на полу лежит неизвестный человек и главный герой фильма которого сыграет кейли спейни новая рипли другими словами девушка которая любит стиле вина дизеля это актриса эллин ул ей меньше всего повезло не только с парикмахером но и с лицехватом так как он выбрал именно ее возможно с лица эллин снимают фейсхагера в следующем кадре это вряд ли кейли но это может быть еще одна девушка героиня актрисы изабеллы мерсет тизер максимально пытается нас запутать и я не верю уже инсайдером которые раньше говорили что в ромуле будет два андроида они также говорили что действия картины ромул будут происходить на планете и что экипаж это космические туристы но не могу пройти мимо новых сливов так как некоторые нашли свое подтверждение в тизере и на фотографиях со съемок и все они говорят об одном что чужой из первого фильма не умер рипли его выкинула в открытый космос но раньше сам ридли скотт говорит что существо способно выжить в вакууме и космосе теория что ксеноморф из первого фильма выжил не новая и не один десяток лет даже есть комикс про него и много фанфиков чужой способен при экстремально низкой температуре впадать в анабиоз и в таком состоянии прожить не один десяток лет космическая лаборатория компании в эланд ютони спустя годы смогла найти в открытом космосе того самого чужого станция называется ренессанс она поделена на два отдельных блока лабораторию ромул и стационарный отсек рэмус фото подтверждает что действительно ученые смогли найти ксеноморфа он свернулся в бублик и ждал когда альварес снимет про него фильм ученые смогли синтезировать черную жидкость из тела чужого что-то похожее на патоген из фильма прометей как и синтетику дэвиду им удалось воссоздать эксперименты инженеров они создали аваморфов но и самого чужого про королеву пока что нет никакой информации лаборатория ромул отделена от жилых отсеков рэма целях безопасности но по классике жанра произошла утечка и всех людей с ренессанса убили ксеноморфы на сигнал бедствия среагировали космические чистильщики команда из семи человек молодые люди занимались грабежом и сбором космического мусора а тут они нашли целую станцию вот так успех но как всегда их там ждал сюрприз что было потом мы узнаем из самого фильма неизвестно будет ли показан сам процесс развития ксеноморфов как вида и узнаем ли мы что-то новое про инопланетное биоружие с одной уверенности могу сказать точно что фильм использует ретро футуризм станция ренессанс местами очень похожа на на строма узкие коридоры такие же мониторы это очень круто также хорошо заметно что режиссер использовал как материал для вдохновения игру чужой изоляция рой фейсхагера впервые появился именно в этой игре и скажу вам честно выглядит это страшно также мы видим использование фаеров с помощью них можно было ненадолго отвлечь внимание ксеноморфа в тизере нам тоже показали этот момент что еще будет с игры изоляция неизвестно но точно нас ждет сюрприз конечно очень хорошо продемонстрирована параллель между главными героями келли очень похожа на риве особенно с ранней версией импульсной винтовки эта винтовка подтверждает что действие фильма происходит до второго фильма картины чужие там оружие уже было другой новой модели из-за этого ходят слухи что альварес мог использовать дочь илон рипли аманду рипли макларен именно ее играет актриса кейли спенни но это всего лишь мнение фанатов но все может быть для меня это не столь важно и я конечно же ждал инженеров кто-то даже упоминал что видел костюмы жакеев на съемках подтверждение я найти не смог другие уверяли что в конце фильма на станцию прилетит корабль инженеров и спасет кейли но снова думаю что это вранье ридли скотт не дал бы использовать жакеев альваресу но надежда еще есть а что вы думаете напишите в комментариях в общем я решил поделиться с вами мнением какой был тизер и что я в нем увидел и каждый кадр разбирать отдельно и объяснять почему королевский лицехват не может появиться фильме я не стал потому что для этого есть отдельное видео перед просмотров нового фильма чужой рому советую перейти и ознакомиться с со всеми циклами жизни ксеноборфа да и вообще на канале хватает подобного контента но все же надеюсь вам понравился видеоролик я когда начал доделывать его то заметил что в интернете люди также увидели то что лицехваты довольно очень темные и даже появились шутки насчет такой афроамериканской солидарности что были белые лицехваты теперь темные лицехваты в общем я в эту яму лезть не буду но смысл и поняли главное что не только я это заметил но в целом я жду чужой ромул тизер мне понравился я думаю что это будет крутой хоррор он окупится в прокате будет круто и я уже знаю что федо альварес не использовал зеленку то есть все кадры в живую никакой такой будет мультяш на компьютерной графике то есть все будет реалистично это реально круто я думаю что фильм будет просто суперский но если вам этого видео мало и вы хотите обсудить какие-то свои идеи то пишите в telegram там целая страничка и мы обсуждаем каждый подробный кадр какие-то новости поэтому подпишитесь на telegram и мы вместе все с вами обсудим ну а с вами был евгений это канал good movies до скорых встреч